Что касается политики, дипломатии, то наши взгляды с руководством Австрии по международной повестке дня в основном схожи. Мы здесь не имеем противоречий ни на вопросы развития нашего региона европейского, ни мира в целом. Я внимательно, Игорь, сегодня утром второй раз прочел вашу статью в газете «Девельт». Мне понравилась ваша точка зрения на развитие Европы, которая сегодня возможна. Я еще раз хочу подчеркнуть, с такой Европой, которую вы видите сегодня и завтра, мы готовы сотрудничать по всем направлениям. И ваше предложение о том, что национальное правительство, если они могут лучше управлять процессами, которые не противоречат в целом Европе, они должны управляться национальными правительствами. А Европейский Союз должен заниматься теми вопросами, которыми он должен заниматься. Вы, например, проводите внешнюю политику. Это абсолютно правильно. Но самое главное, с чем я согласен с вами, это принятие решений. Вы часто нас в былые времена критиковали за то, что у нас слишком серьезная бюрократия, но то, что творится в Европейском Союзе сейчас, ну это просто из области некой комедии. Решения надо принимать в современном мире очень быстро, и решения должны быть смелыми, о чем вы там говорите в этой статье. Я это сказал, господин канцлер, к тому, чтобы вас поблагодарить за тот вклад, который вы внесли и вносите в сближение Беларуси с Европейским Союзом. Но нельзя центр Европы отстранять от тесного сотрудничества Европейского Союза с нашей страной. Мы готовы на это сотрудничество, но вы очень правильно сказали, всегда надо учитывать национальный интерес. Но я хочу, чтобы вы знали мою твердую позицию. Я категорически против распада Европейского Союза и ослабления Европейского Союза. Я исхожу из прагматичной точки зрения. Европейский Союз – это одна из основных опор сегодня стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах. Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, части России – очень будет сложно. Все-таки четверть мирового производства, поэтому Европейский Союз надо сохранять. Естественно, как я уже сказал, я с вами согласен, Европейский Союз надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала.